Не отходя далеко от дома, жители Дрезны могли напрямую задать интересующие вопросы не только главе округа и заместителям, но и представителям ресурсоснабжающих организаций, общественникам и депутатам. Инна Ивановна Винникова собиралась на прием в администрацию еще зимой, но в ее возрасте это далеко не легко. Благодаря выездной администрации она наконец-то смогла обратиться к главе округа от лица всего дома. У нас квартиры очень маленькие, у нас квартира 32 квадратных метра, балконов нет, кухни маленькие, коридоры маленькие. А куда велосипеды ставить? Велосипеды им ставить некуда, они только единственная возможность это поставить их колясочную. С колясочной решили, что мы будем на связи. Руслан Валентинович проконсультируется с юридическим отделом и потом нам сообщат результаты. Евгения Кихай пришла сразу с несколькими вопросами. Один из них связан с дорогой детей в школу. Из-за закрытых калиток на территории школы путь учащихся пересекается с участком автомобильной дороги. На открытой встрече Евгения сразу же получила ответ на свой вопрос. Все решилось, калитка открыта. Иногда местные власти нас не слышат абсолютно. Наши проблемы, а сейчас я думаю, что готовится более основательно. Вижу комиссии по городу сегодня ходят, смотрят и я думаю, что, наверное, большинство вопросов может решиться. Живое общение и контакт с населением – неотъемлемая и очень важная часть работы администрации. Но не менее важно, чтобы жители округа были проинформированы о мерах социальной поддержки. Каждый участник выездной администрации получил книжное пособие. Действительно, сюда зашли уже и новые законы, которые мы принимали в январе-феврале. И, конечно, люди должны знакомиться, смотреть, что им положено, на что они могут рассчитывать. Я считаю, что вот именно сегодня, в непростое время, это очень важно для того, чтобы поддержать наших жителей. Все обращения и предложения жителей города Дрезны были взяты на контроль. Встречи в подобном формате будут проводиться и в других населенных пунктах округа на регулярной основе.